так всех приветствую значит собрались мы тут все по поводу такого вопроса добавили много товаров они продаются почему то бишь площадка она загранична у нас выстроена на основе marketplace а человек заходит создает магазин добавляет товары ждет продаж вот добавлено то есть нужно приличное количество вот продажи не идут почему сегодня попробую ответить на вот этот вопрос на примере двух магазинов по две просьбы от одной и от второй мастерской вот первое это по изготовлению масок 2 это по изготовлению таких декоративных черепов вот сейчас начнем с примера маски вот этой вот то есть как все оформлено сравним 2 получается карточки товара вот это и за пример возьмем вот эту карточку то есть чем они отличаются почему ну вот на эту допустим есть спрос она вот эту меньше спроса если бы она была оформлена кто спрос был бы в разы больше то есть конечно там сейчас это все дорабатывается вот но у меня как у администратора намного больше есть функций сейчас чтобы показать как бы как это все работает изнутри то есть я буду это показывать от лица администратора как бы мастеров и людей которые это оформляют заполняют попрошу небольшую долю терпения там надо будет немножечко потыкаться вот то есть разобраться в какие столбцы нужно вот вставить например размеры и материалы потому что здесь у должно быть описание внизу вот как тут то есть вот здесь вот у нас таким более жирным шрифтом выделены необходимо тоже выделить это более жирным шрифтом фотографии здесь меньше то есть фотографии если есть возможность побольше бы добавить вот то есть здесь их в разы больше дальше опускаемся по поводу тегов тоже хотелось бы сказать но вот это вот маска она скорее всего кого-то персонажа у нас хоррор в тематике еще чего-то вот скорее всего здесь вот просто скопированные теги которые есть в разделе в разделе у меня то есть есть теги которые можно прокликать и некоторые подходят но нужно и эксклюзивности индивидуальность то есть под каждый товар я по первой сам сидел получается каждый товар оформлял то есть мастера закидывали я оформлял сейчас это будет делаться по-другому каждый мастер каждая мастерская никогда заходит на площадку они сами всем этим занимаются я от себя лишь даю рекомендации того как это будет в гугле выглядеть потому что на сайт приходит поисковой робот каждую неделю там или раз в две недели и обновляет все получается материала то есть по стоимости по скидкам по описанием вот так спускаемся сейчас так вот она прогрузилась спускаемся ниже здесь есть шаблон описание вот такой вот он у нас здесь вот как бы но сейчас буду на примере внутри получается самих карточек товаров вот мы сейчас внутри карточки товар шлема черепа здесь просто ссылки из youtube а вот на получается вот эту маску и они вот такими вот видеороликами отображаются вот это вот ее заказывали в германию для клипа получается три черепа у нас год назад или два года точно не помню но заказывали вот и обзор о том что вот у нас стопроцентный оригинал тут вот даже три черепа сразу лежат вот то есть видеоролики тоже если есть маска в наличии или товара в наличии лучше снять загрузить на youtube и потом как ссылка добавить потому что ну клиенту мне кажется намного интереснее будет посмотреть там видеоролик то как она выглядит вот то есть в принципе на этом все это у нас получается больше фотографий более лучшее описание это получается характеристики но необходимо более лучшим образом прописать вот сейчас я получается буду дорабатывать в режиме такого реального времени ту карточку товара до чего-то подобного и потом сравним как бы что было и что стало вот так что у нас еще здесь теги ну как я говорил там их необходимо поменять вот так же у этого товара есть отзывы вот от покупателей что у нас еще здесь есть размеры какие никакие вот то что сайс м и получается дискрипция это описание так да все запись идет получается погружаемся дальше в сами карточки товаров то есть то как я чего мы сейчас будем плясать чтобы поставить качественное описание к данному товару так сейчас вроде вот здесь вот была эта маска вот она у нас тут и начинаем получается со сравнений со сравнений спускаемся вниз сюда и смотрим где она так вот у нас теги здесь все конечно так хаотично у меня как у администратора у вас тоже их это относительно хаотично все расположено здесь вот есть дополнительная ссылка url внизу прописанная для стоп то есть мы вставляем ссылочку вот сюда если хотим выложить ролик на получается площадку то есть вот здесь вот мы в тексте получается просто ссылку оставляем он вот таким ролик ну добавляется вот а чтобы он вот здесь вот еще отображался необходимо его внизу как бы вот тут вот прописать сейчас страница подгрузится да вот здесь вот его тоже надо отметить так и тогда кликнув человек по вот этой вот иконочке он сможет посмотреть видеоролика такая аля напоминалочка ему что вот посмотрите видео у нас есть видео этого товара так опускаемся ниже ага вот у нас здесь есть получается спецификация спецификации вот это спецификации нашего товара мы их копируем и переходим получается в наш продукт так наш продукт так вот в эту маску и спускаемся ниже чтобы ее добавить опять же у вас она может быть она может быть как бы будет располагаться по-другому в разных местах это все может быть вот абсолютно непонятно как это все будет получается располагаться так 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 ну вот у нас описание так есть что у нас еще здесь есть здесь есть характеристики вот они прописаны мы их переведем я от себя потом как бы доработаете поставлю может быть какой-то свой такой размер вот как переведу максимально как бы информацию из того что имеется я выжму сейчас вставить так материал пластика открыт акрил это это материал линз нету для кого взрослый подсветка нет подвижная челюсть нет видимость вид ограничен стиль маски маска шляпа ну не сказал бы что это маска шляпа но скорее как как шлем что ли да ну так вот назад там закидывается но все равно так больше маска чем маска шляпа так тогда оставим размер материал основы материал у нас тут какой прописан так материал линз нет материал пластик так хорошо материал до пластик тра-та-та-та-та-та sales тоже переведем их и сравним все ли у нас совпадать если совпадает то я все оставляю вот если что-то отличается мы уже посмотрим так сетка для глаз да мы тут проставляем значит так sales ноу так 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 нет немножечко у нас ниже это идет все так уплотнение внутри маски нету сетка для глаз есть у нас в данном товаре нету мы это так отмечаем так нету дальше сетка для глаз да профессионально акриловые краски да матовый лак так акрил ткань я так понимаю это тоже лакируется все по крайней мере ну хоть немного обрабатывается так что оставим застежки и ремни но их тут нету она просто ну по крайней мере со стороны на просто одевается все так все это мы отметили вот здесь вот у вас в рабочей панели скорее всего будет тоже такой же жирный шрифт строчки если нет то заходите на сайт находите ну вот такой вот хорошо оформленный товар товары они ведь разные у нас и шлема и маски и полумаски и получается под каждый товар вот здесь вот составлено описание то есть они немного разнятся магниты например она немножечко меньше под еще какую-то категорию там тоже меньше это все сделано для того чтобы хорошо нас получается отмечал вот этот вот я села ему иногда не нравится описание писание нужно составлять под него чтобы вот тут вот горели зеленые галочки у нас вот если они горят то товар хорошо продвигается соответственно нужно составить описание таким образом чтобы они были зелеными иногда ему некоторые даже словосочетания не нравится то как они поставлены он считает что они нелогичны так вот мы копируем получается наше описание видео видео если есть канал на ю тубе то можно с него скопировать ссылки и вставить сюда сейчас продемонстрирую на каком-нибудь своем примере получается вставлю сюда вот ссылку чтобы было понятно как это выглядит так вставляем текст и допустим попробуем вставить видео то есть вот сюда вот примеру загорелась уже зеленым она то есть она как бы я сел удоволен вот что как бы добавлен такое вот обширное описание но правильно составлено то есть здесь нам нужно всего лишь вот пару категорий название изменить нам надо будет сейчас составить более полное название для вот этой маски то есть возможно мы сейчас найдем персонажа которая она делалась вот пока что попробуем добавить ролик попробуем зайти на youtube youtube так заходим youtube у нас чего-то долго грузится так нагрузил как бы ноутбук сейчас в объем фенвик крафт потому что у нас есть получается youtube канал вот этот вот youtube канал у нас будет посвящен обзорам есть второй топ косплей на котором есть видеоролики вот такие вот небольшие формате шортс и просто в формате видео и пробуем добавить как бы сейчас ссылку на вот этот ролик так заходим в видео к слову как бы вот это вот все что добавляется все вот эти вот видеоролики на youtube их тоже необходимо правильно оформить потому что потом лучше сделать перекрестные ссылки то есть ссылка например у товара вот тут вот внизу и есть ссылка с вот этим товаром который уже добавлен на ютубе внизу в описании то есть это правильно так делать перекрестные ссылки получаются давайте возьмем вот этого джейсона скопируем ссылку и вставим ее так копируем дальше заходим в наш товар опять и добавляем так вот оно уже отображается вот таким вот образом оно добавляется так нас немного прервали так продолжим мы значит ролика вот он вот так добавляется чтобы ну получается вот он отображался как видео мы прописываем получается вот текст видео вид ммаск вот вот сюда вот получается текстом и потом его жирным выделяем вот шрифтом так сейчас удалим это нам не нужно у нас видеоролика нет опять же если есть товары нет канала на youtube желательно его завести потому что на данном этапе то есть сама площадка она не потянет пока что ролики конечно не будут в будущем формате коротком там 15-20 секунд для ролика чтобы показать товар вот чтобы человек зашел там посмотрел это будет по логике добра отображаться получается в самой карточке чтобы место там внизу не занимать вот там уделить большему количеству товаров вот то есть она будет вот здесь вот получается после первой фотографии сразу видеоролик на на латавито такого вот так что же так у нас название название получается не очень корректное нам бы его сделать побольше чтобы под него подогнать тегов так это мы скроем это тоже площадка вот на которую я продаю так продолжим так где мы были сейчас так так мы получается подбираем сейчас более корректное название для данной маски мы его насколько я помню скопировали так маска неандертальца так она вот у нас называется я бы не сказал что это маска неандертальца ну посмотрим что на это нам выдаст google то есть что более похоже по выдаче угла нам может это предоставить вот он у нас президент Америки показывает так маска неандертальца да относительно похожая но все равно это больше пугало напоминает SDC так 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 ну например сейчас маска маска за воде пугало так ну вот оно такое вот пугало как бы я не знаю пугало неандерталец там из какой-нибудь вселенной но все равно вот эта мешковина она играет роль свою поэтому поэтому оно будет лучше продвигаться под лозунгом все-таки пугало вот нежели чем неандертальца ну-ка сейчас маска за воде пугало из поселенной DC DC как бы это так описать уникальный экземпляр уникальный экземпляр индивидуальный так индивидуальная так или уникальная версия DC DC Своя версия маска злодея пугало из вселенной DC так переведем это на английский попробуем найти в google ну вот у нас тут сразу злодея этот показывается вот 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 конечно не сама маска лучше еще над этим поработать может быть убрать свою версию чтобы все-таки отображались да вот такие вот товары на пинтерест еще на каком-то сайте вот ну как бы версии у него разные поэтому это вполне себе может за версию найти так так вселенной DC маска злодея пугало вселенной DC так вставить так как у нас вот эта маска она инклюзивная то есть уникальная то остальные маски на сайте они могут называться по-другому то есть тот же допустим пугало да но он определенной версии да то есть не стоит одинаково называть одинаково называть одни и те же товары то есть там должно присутствовать DC и маска пугало вот нет но это не просто должно быть DC и маска пугало это должно быть как-то интересно описано да так так маску в так ну можно такое оставить в конце поставим точку вот так же посмотрим как у нас тут все это отмечено здесь точки не стоит тут тоже ставить не будем копируем и получается вставляем вот сюда вот это вот название почему мы его вот сюда вставляем мы желательно как бы в двух вариациях то есть оно вот здесь прописывается и вот здесь прописывается сейчас переведу покажу что это за текст вот вот но прописывается оно должно два раза в тексте то есть в начале текста чтобы оно лучше получается откликалась вот здесь у нас есть ссылки на фейсбук интерес твиттер тумблер инстаграм ютуб так переведем значит другому полю кликнем так перевести на русский сейчас у нас это все переведется лишь бы это потом обратно на английский перевелось потому что имеет место быть такое что с английского на русский переводится а вот с русского на английский уже никак так ну давай переводить ладно оставим это на английском я все равно покажу что здесь написано яндекс переводчик правда зайду потому что ну вот в этом период все перевелось ура вот оформить заказ на маску покупать в магазине фэнк маска злодея пугла из вселенной дисси подарить себе индивидуальный подарок который есть только у вас купить эту маску если вы фанат маски злодея пугла из вселенной дисси прямо сейчас уверяю вас вы не пожалеете посмотрите и другие наши маски мы делаем маски любой сложности в принципе вот это вот описание оно подходит под все магазины то есть и поскольку отправку у нас за границу то как бы вот здесь вот условия доставки они тоже под все товары подпадают так переведем обратно на английский посмотрим что из этого ой все перевелось замечательно замечательно так здесь у нас еще есть пара дескрипшенов в которых надо вставить вот это название название у нас имеет такую как бы роль за счет него то есть человек когда гуглит что-то он находит наш товар и сейчас опять переведу на русский так это название надо будет сейчас прописать внутрь фотографии и получается вот тут вот на манер того же шлема черепа то есть вот здесь вот оно прописано так вот у нас шлем череп у нас тут вот как бы school mask прописано и здесь нам нужно то же самое прописать в нашей получается маске вот это вот угол вот оно сразу изменилось у нас описание стало более наполненным более интересным получается более кликабельным для клиента так у нас все еще ничего не перевелось на русский и название это перевелось а вот эти вот не перевелись так так а вот ключевая фраза фокуса то есть ключевой фразы фокуса мы выставляем все вот это вот что у нас имеется так получить связанные ключевые фразы это мы пока не трогаем так мобильный результат можно посмотреть результат рабочего стола как это будет выглядеть в мобильной версии конечно поинтереснее сразу видна картинка еще вроде бы видна стоимость и вроде бы отображается скидка если такова и имеется так здесь вот у нас school mask отмечено здесь у нас отмечено получается тоже все название и тут все название так название мы здесь заменяем вставляем вот это и сейчас вот этот вот желтый значок seo он получается у нас станет зелененьким так так здесь у нас слишком большое описание так все теперь зеленым отмечено и сейчас еще будет необходимо поработать над тегами то есть мы уже изменили название дополнили описание вот маска у нас теперь совершенно по-другому отображается вот еще сейчас посмотрим что у нас какая беда с тегами потому что вот купить к примеру искусство я сейчас объясню как их необходимо выставлять чтобы это было логично получается для поисковой системы так ну характеристики у нас отмечены еще можно зайти во внутрь главного фото так вот у нас есть здесь alt text title и description в принципе я везде здесь во всех товарах так что сам редактировал просто везде прописывал одно и то же если я не прав можете меня поправить поскольку вроде это только альты прописываются тот кто понимает тот понимает вот я прописываю везде в любом случае это можно потом подкорректировать конечно это время но на данный момент я располагаю той информации что нужно прописывать его везде вот то есть получается слушался курс там не один час о том где что как прописывать чтобы оно продавалось так установить изображение продукта и там говорилось о том что в принципе оно везде подойдет вот теперь если у нас что-то такое гуглит то вот эта вот фотография она будет отображаться опять же опять же дополнить бы сюда фотографии сейчас у меня нет возможности в бк зайти но я думаю мастер посмотрит зайдет и добавит еще фотографии возможно снимет видео добавит видео внизу по ссылке так у нас получается остались теги вот после изменения тегов у нас вот это вот тоже должно стать зелененьким сейчас еще оно может быть таким желтым потому что перевели на русский то есть при переводе когда обратно все переводится оно может зеленым начать отображаться вот так все закрываем категория у нас отмечена правильно пластик маск косплей костюмс я бы не сказал вот по поводу категории лучше выбирать одну категорию либо две потому что косплей костюмс это все таки косплей маск косплей костюмс это я не знаю нагрудник там штаны ботинки вот это как бы у каждого получается раздела будет отдельный раздел то есть это например косплей костюм и там будут подразделы то что это что это из из маска там или нагрудник или наплечник вот поэтому лучше указывать одну категорию посмотрим в принципе все категории здесь больше нету ага вот он загорелся зелененьким у нас мы брали лишнюю категорию так опускаемся ниже опять же вот этих вот значков у вас не будет зеленых где я все прописано она в данный момент есть только у меня она будет но позже у вас поэтому в данный момент придерживайтесь инструкции если что мне всегда можно написать мне всегда можно позвонить спросить где что как прописано я получается захожу и даю опять же корректировки где чего не хватает прям по отдельному каждому товару могу составить список где что нужно доработать чтобы везде вот эти вот зеленые галочки были потому что мне проще один раз показать вам как это сделать чем каждый раз это делать самому все так все у нас вроде здесь отмечено опять же то есть вот это вот все это можно менять но в каких-то пределах там датах может быть но не сильно потому что текст составлялся под яс сео то везде как бы должно быть приблизительное описание на данный момент вот чтобы она отображалась и виделась хорошо так опускаемся дальше к тегам то как они у нас выглядеть будут сейчас переведем опять на русский когда финально сохраняем получать карточку товара все должно быть переведено на английский язык если сохранить на русском придется все переделывать вот так сейчас 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 иногда такое бывает оно не отображается так так опускаемся ниже так по тегам хэллоуин косплей хэллоуин аксессуар вряд ли это хэллоуин аксессуар ну как бы он к нему относится но все равно ладно искусство да оно к этому относится но не целевая это как бы не целевой ключевик вот купить это вообще ну полнейший зашквар что-либо по ключевикам не надо так делать это ошибка так сейчас еще раз это все переведем хендмейт опять же ручная работа не нужно ставить что это ручная работа это и так видно вот то есть это маркетплейс ручной работы есть конечно у меня в добавленных и хендмейт маск и то что это косплей косплей вот к примеру хэллоуин косплей хэллоуин костюм это в принципе переназвание то есть хэллоуин 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 это все лучше во что-то одно как бы отметить например хэллоуин косплей здесь более уместно смотрится так почему то оно после первого удаления сразу на английский опять кидает так хэллоуин костюмы косплей костюмы хэллоуин хэллоуин уже есть хэллоуин маск хэллоуин косплей и маска уже есть то есть если у нас уже такие слова были отмечены маска например хэллоуин то не надо писать еще раз только в отдельном столбце лучше это под другие ключевики оставить это будет намного правильней так хэллоуин косплей мы убираем косплей костюм косплей маска маска у нас здесь уже фигурировала пятница тринадцатая фильм ужасов хоррор маска это ужасы ужастик не надо вот этих тавтологий они особо не помогут получается маски продвинуться маски продвинуться поможет более разнообразные подходящие по ключевым словам теги вот то есть тот кто получается работал сессии на данный момент на этой площадке у меня нету такого чтобы прям показывалось что вот там есть отдельные программы аналитики но есть отдельные программы аналитики которые подбирают вот эти ключевые слова вот ручная маска например это явно нет пятница тринадцатый еще ладно можно оставить то оно не относится как бы к вот этой маски так что мы его тоже уберем вот возможно впоследствии потом обратно добавим посмотрим всего здесь рекомендовано тринадцать-пятнадцать ставить у меня не стоит ограничений по тегам но не надо прописывать миллион тегов это не так хорошо работает как может показаться на первый взгляд то есть я нафиг и шел там миллион тегов там и тот то и тот то и тот то персонаж в итоге ваши получается товары они будут занижаться допустим у нас есть маска железного человека и мы туда запихнули всю остальную команду марвел в теги да человек ищет например там зеленого халка маску находит железного человека потому что у нас в тегах он прописан в итоге человек получается это пролистывает google видит ага то есть этот товар пролистнули значит он неинтересен по нему не кликнули и это все как бы и уводит товар в тартарары вот откуда его реабилитировать потом будет сложнее вот проще будет заново новую карточку завести вот то есть это тоже влияет на продажи как бы вот этот алгоритм его лучше не обманывать лучше ему говорить что вот там лучше пусть будет меньше тегов но они будут ключевыми чем больше тегов но они будут не ключевыми то есть оптимальный формат это 13-15 может быть 10-15 в таком диапазоне меньше лучше не делать вот ну и больше лучше не стоит то есть эти он об этом подумал когда площадка разрабатывалась то есть выставил ограничения чтобы люди которые ну разбираются немного за аналитику они смекнули что ага то есть нет смысла там тратить место под какие-то фуфлыжные теги лучше оставить место под какие-то качественные вот то есть там даже с карточек товаров брались теги у других конкурентов там подключалась программа опять же так попробуем ее доработать косплей костюм хэллоуэн маск хендмейт скульптура но это не хендмейт скульптура она конечно вылеплена лучше уберем хоридалл гифт хоррор маск хоррор муви так ну тут в принципе в принципе нормально вот сейчас можно из названия еще тегов подтянуть то есть что у нас здесь дисси вселенная так копировать и например добавить сейчас мы добавляем получается еще один так вообще их проще вписывать в отдельный столбец так делаем это через такую дробь то есть она везде прописывается на данный момент она сейчас везде должна прописываться чтобы алгоритм это все правильно видел вот точно прям сто процентов топить за это не буду просто на везде изначально прописалось то есть большинство товаров которые заносились на этом marketplace они заносились по файлу сейси вот и везде в тегах было вот такое вот прописание и то есть в последующих товарах я также везде все прописывал то есть везде все просматривалась если это влияет как-то хуже лучше можно посмотреть на некоторых товарах вот как это влияет в положительную в отрицательную сторону опять же на это нужно время на данный момент у меня все вот с такими пропис про прочер прочеркиванием вот таким вот оно сделано так отмечаем все у нас сколько тут раз два три четыре пять шесть 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 тегов получается что у нас здесь еще вот этот вот так можно отметить типа маска пугало у нас будет семь тегов можно еще подобрать получается тегов вообще в идеале я бы здесь все с маленькой буквы писал вот потому что с большой ну я не знаю как как-то не рекомендовано что ли это я ну про просто как беру за то что эссе делал с маленьких это буквы значит и я буду делать это с маленькой буквы вот ну рекомендовать так буду точных каких-то у меня обоснований к этому нет но если это делает он сам вот так вот то видимо оно с маленьких букв на большую отображается и так если человек пропишет а вот если с маленькой то на большую оно уже так распространяться не будет естественно при вбивании ключевых слов в поисковике так раз два три четыре пять шесть семь семь у нас найдены еще пять тегов под маску вот это вот надо найти потом мы обновим и сравним с маской черепа то есть как она у нас отображается так так что у нас еще здесь можно злодей так ctrl ctrl c ctrl c 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 that что у нас еще там делал я до готовил bay в больнице архама он он содержался в готэме получается находился иногда был мест на стороне добра так что можно к нему тег анти герой отнести антигерой антигерой готэма не совсем логично как бы но я уверен она засчитается так сладей здесь мы тоже с маленькой буквы отметим так антигерой готэма так можно загуглить что это у нас за персонаж кто такой пугало пугало из DC и нам сейчас здесь как бы выдастся кто это что это за персонаж открылась как отдельная папка ладно так вот например джонатан крэйн это тоже будет получается у нас как ключевое слово потому что если его будут искать то скорее всего найдут нашу маску увидит ее им стали ну как бы человек станет интересно по ней кликнет можно оставить большой буквы но тоже сделать через припел как никак имя фамилия вот мне кажется по другому она не будет прописать хотя вот тут вот она отметилась у нас тоже с маленькой буквы так так наверное оставим с маленькой тоже не не сильно страшно ну вот она отметилась большим оставим большим так 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 кто у нас тут еще он так супер злодей враг бэтмена можно его тоже отнести к врагам бэтмена это как хорошая такой пример хорошего ключевого слова я немного здесь себе противоречено все равно все равно это более лучший вариант чем тавтологии косплея вот к тому же по косплею там косплея намного много это более такой уникализированный вариант что ли так был создан бобом кейном так но это тот кто его создал дебютировал когда психиатр различные виды наркотиков и псих психологическое давление так психиатр наркоман чтобы выразить страх и панику у своих врагов так в принципе здесь все еще можно вот тут вот поискать можно еще как ключевое слово супер злодей психолог идеи идеи нет или какого нам психиатр да все это наверное сейчас так супер злодей в прошлом блестящий психолог психолог он у нас все-таки супер злодей психолог так в принципе все раз два три 4 5 5 тегов у нас собрано мы их добавляем в нашу карточку товаров сейчас так вот наш карточка товара мы опускаемся и добавляем еще вот эти вот пять тегов add вставить вот теперь у нас все относительно неплохо оформлено еще будут фотографии и видеоролик добавить и было бы вообще шикарно так проверяем что у нас все на английском и ставим отметку сохранить у меня она вот тут вот располагаются у вас она может внизу или сбоку сверху располагаться все мы делаем апдейт обновляем и потом заходим на страницу на главную получается самого сайта фенвик крафт проверяем то как там все изменилось то есть маленького небольшого описание к большому более расширенному вот более кликабельному сейчас вроде как обновилась сейчас посмотрим ноутбук у нас немного виснет так вот она у нас изменилась сразу здесь вот сразу у нас размеры появились внизу появилось описание так если есть роль еще добавится ролик и то есть товар станет намного интереснее потенциальному покупателю в разы вот мы увеличиваем как бы вот это вот получается покупательскую способность вот сейчас но этого всего конечно можно не делать но поле это бесплатно и если есть время то стоит этим заняться определенно стоит этим заняться вот потому что ну если ты сделал классный товар то его нужно еще и упаковать классно вот а дальше дело за малым то есть его будут на автомате уже покупать таки сменились вот описание добавилось то есть человек когда зайдет он сразу прочитает ага ага то есть все тут как бы теперь сделано так как надо вот но опять же как бы прошу сделать огласку на то что надо доработать вот некоторые моменты фотографии видео так на этом в принципе все у нас рад был вот это вот донести сейчас еще я покажу на примере другого магазина магазин с черепами вот у нас тоже вот работаю покажу как оно в принципе должно выглядеть все чтобы тоже товар был кликабельным потому что наша задача это поднять кликабельность товара вот если на него часто кликают обращаются то описывают на электронную почту получается продавцу либо мне и уже дальше мы ведем этот заказ до продажи ну что ж продолжим 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 так 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 продолжить бы хотелось с такого вот товара получается другого мастера другой мастерской такой вот череп у нас золотой очень красивый как бы предмет интерьера просто шик-пшик на полочку куда-нибудь такой поставить и офигеют вот так сейчас мы посмотрим как его оформить вот за пример возьмем похожего рода товар вот и постараемся его оформить так первым что хотелось бы сказать что описание у него как такового нету то есть доработать описание по поводу названия все окей только без точки ну вот их ну как бы нежелательно ставить просто есть и есть вот то есть описание составлено верно то есть она к нему по полное отношение имеет выделение есть акцент поставлен вот осталось у нас получается просто его доработать вот у нас здесь по большей части все отмечено сколько весит вот каждый череп содержит до 70 так переработанного пластика 70 процентов переработанного пластика вот это ну тоже хорошо было бы упомянуть вот но на данный момент как бы будем прописывать с максимальной выжимкой этого всего так первое что хотелось бы сделать это описание описание у нас вот фигурка есть у нас надо выбрать что это такое у нас к чему это относится к пластиковым горшкам мягким игрушкам вот так 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 закладки для книг бюсты модели косплей костюмы косплей оружие бижутерии серьги рели ноутбуки подвески ноутбуки это к слову книги как обложки для ноутбуков допустим из кожи это не сама техника здесь не будет представлено вот так мягкие игрушки ужасов маски папье-маше постапокалипсис постапокалипсис сувениры силиконовые изделия так к чему же это у нас относится больше наверное к бюстам бюст черепа так пластиковые маски атрибуты постапокалипсиса сумки книги броши бюсты модели косплей косплей бижутерия серьги заколки ноутбуки подвески пластиковые пластиковые фигуры скорее всего к этому относятся потому что она из пластика это как фигурка вот у нас так нам получается нужно вот у нас пластиковая фигурка относительно хорошо оформленная правда одна фотография имеется только вот это то есть у нас печать на 3d принтере так копируем описание оно у нас отличается то есть мы по категории находим конкретно тот товар к которому относится наш маска то есть оно как бы не для всех все одинаково то есть есть разница небольшая даже в самом тексте что вот есть косплей вот есть маски вот есть фигурки вот к примеру фигура у нас есть вот у нас бюстики есть у нас магнитики здесь появляются так мы скопировали описание продолжим так продолжим что мы тут остановились описание вставляем описание так вот оно у нас тут есть есть только теперь у нас 3d модели мы заменим на это вот название чтобы оно соответствовало когда человек читает что он читает о том товаре на который он кликнул вставить так текст мы изменили теперь мы его делаем более крупным этот текст чтобы он выделялся так и меняем вот этот вот текст так это мы отметили что это пластиковая фигурка у нас дальше нам надо добавить название вот это вот в разделы нижние дополнительные так вставляем их даже нет вот здесь вот оно отмечено в принципе даже если вы часть работы получается вот это вот сделаете то оно уже намного проще пойдет для меня то есть доработкой то есть вам не нужно будет их дорабатывать потом когда получается у меня будут средства чтобы заплатить разработчику чтобы он это все вынес вам и я смог снять обзор полноценное лица получается самого продавца то сейчас мне не нужно будет этого вообще дорабатывать то есть вот эти вот каких-то разделов просто их может не быть они могут быть относительно скрыты вот и видны только мне вот но конечно хотелось бы чтобы они всем были видны так дальше на что здесь описание описание материалы так жидкий литьевой пластик гладкого литья так это я все уберу вот кроме размеров так убираем убираем опять же что еще хотелось бы сказать возможно здесь я не все показал вот если если там будут какие-то дополнительные разделы например веса размер фунты внизу то это лучше отметить чем более заполнена карточка тем лучше она продвигается на нее больше спрос вот так нам нужно теперь размеры отсюда взять здесь их немного спецификации копируем вставляем так что у нас здесь материал фото полимерный пластик у нас это просто пластик так фото полимер акрилик акрилик пейнс линии измерения сантиметр тоже пользуются то есть ее можно вполне себе использовать так скульптуру ручной работы это череп улей это нам не надо и сейчас еще поработаем над тегами вот единственное что дюймы так дюймов сантиметры тут опять же смотрите то как оформлены карточки товара другие и копируйте это то есть спецификации размеры то как составлены описание например вот это вот она заполнена по ней это видно вот то есть видите заполненную карточку берите ее за основу по тегам я уже говорил как их подбирать то есть это должны быть в основном ключевые теги но сейчас мы посмотрим какие здесь так пока что мы сантиметры в дюймы попереводим так сколько у нас здесь всего три размера так и еще один будет то есть ладно так 7 и 8 7 и 8 это 20 можно сказать 20 сантиметров на сколько у нас там еще на 5 и 1 5 и 1 5 и 1 это 13 сантиметров там не стоит до миллиметров до сантиметров округляем и нормально так и еще один размер у нас 6 и 3 6 и 3 6 и 3 дюйма 6 и 3 это 16 так это у нас 16 отмечаем м м все у нас отмечено так еще вот это вот переведем сейчас так спецификацию у нас пусть будет все таки с большой буквы она что-то что-то не то сейчас оно должно по-другому отмечаться таким более жирно выделенным шрифтом так вставить да вот все побольше более жирно выделенный шрифт так теперь переводим вот это вот то что я уже не помню так так вставить профессиональные акриловые краски да матовый лак нет о yes у нас так понимаю глянцевый здесь лак так yes матовый лак ну у нас здесь глянцевый сейчас мы его пропишем что глянцевый лак он есть ставить переводчик глянцевый так глянцевый лак глянцевый так глянцевый вставить и отметить все таки его так что то здесь не так попробуем просто прописать на английском глоссе 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 вар вар так английского я не знаю а тут уже прописано глянцевый лак так спецификации у нас отмечены а еще на главную фотографию необходимо поместить метатэк наш вот этот вот и мы указали здесь атрибут то есть без атрибута если вы его не укажите внизу под вашими товарами не будут отображаться похожие категории это необходимо сделать вот потому что человек когда он ищет товар ему нужен атрибут обязательно у меня пока что не стоит опять же такого ограничения что вот без атрибута товар не будет показываться или там будет выдаваться ошибка это все будет дорабатываться так вот сюда опять же при загрузке фотографий на сайт их можно отметить заранее как-то по-другому вот вот то есть прописать им описание другое вот это вот допустим на то как называется тот или иной товар и за счет этого как бы увеличится его просматриваемость так установить изображение продукта угу так все продукт у нас установлен единственное что нам еще нужно посмотреть это теги и в принципе все так теги у нас здесь какие используются теги продукта вот еще одна ошибка тегов тут вообще никаких нет это неправильно должны быть теги вот фотографии можно было бы побольше добавить возможно видеоролик если есть на данный товар видео потому что я вроде видел эту работу в инстаграм и ролик там должен был бы быть вот по логике по идее и даже если он короткий загрузить его на ютуб и вставить сюда ссылку человеку было бы интересно посмотреть вот сейчас мы пока добавим пару тегов и я попробую их собрать вот эти теги так теги продукта выберите из наиболее часто используемых сейчас будем выбирать так 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 скульптура так 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 череп череп с маленькой буквы будем все писать череп скелета скелета так дальше еще что можно отнести текстура нет текстуру мы не будем трогать череп скелета арт объект предмет искусства так теперь немного из названия возьмем как он у нас называется что у него есть вот в названии попробуем попробуем его также загуглить посмотреть какие есть дополнительные варианты то есть как их называют обязательно так сейчас мы еще один переводчик откроем то есть выставление товаров это конечно работа над ним поскольку они же просматриваются вот и неоднократно поэтому лучше один раз вот так посидеть с одним товаром он будет полностью готов и в принципе все так череп от эго хайф это я так понимаю название так что мы его оставим медовый золотой золотой череп можно еще дополнительно написать череп я понимаю что уже был череп скелета но все равно лучше его отметить под данный товар поскольку он не относится ни к одной из категорий практически его лучше отнести все таки к к тавтологии то есть тавтологии побольше добавить потому что ну нужно побольше категории поднабить вот так золотой череп арт-объект что у нас тут еще было в тегах часто используемых посмотрим арт-объект армор луди киллер хендмейт там и не трогаем скульптура так можно добавить пчелиные соты потому что ну это тавтологии конечно и вряд ли по такому тегу что-то найдется но оно относится к товару то есть как к примеру там была маска с американским флагом то есть пластиковая маска американский флаг это вполне себе оно сочетается вот его можно к этому отнести но опять же лучше этим не злоупотреблять если есть такая возможность название персонажа знаем то есть фильм в котором этот персонаж появлялся вот или фигурка или еще что то вот потому что ну как бы вдруг вы до долорин захотите продать вот у него очень много спецификации будет то есть и ассоциаций так череп скелета арт-объект предмет искусства золотой череп пчелиные соты что еще к нему может относиться так предмет интерьера или как это лучше назвать то что относится к интерьеру у нас ладно пусть будет предмет интерьера предмет интерьера так не забываем ставить пробелы такие вот поскольку они везде есть пусть и тут будут так что у нас еще есть попробуем скопировать название и просто его в google внести посмотреть что у нас отображается так дюйма сантиметра нам больше не понадобится опять же внутренний текст его можно доработать сделать его более уникальным вот к примеру товар у нас добавлен забавно так нет в наличии есть в наличии добавленные вот в какой-то другой валюте возможно это даже не тот товар потому что оригинал насколько я знаю из россии все снесены не знаю возможно автор вышел каким-то образом на эти но опять же мы сейчас касаемся нашей площадки вот тут есть что-то похожее надо зайти и посмотреть так что и к чему здесь относится вот домашний декор тоже есть описание school gold золотой домашний декор можно даже возможно не знаю сейчас попробуем провалиться на эти потому что у меня вроде как было отображение того что можно а у меня VPN не стоит здесь политика санкций ваше мобильное приложение пла-пла-пла-пла-пла но это так это относительно двуличного к примеру этот человек он из россии этот товар продает а вот вот и видеоролик есть вот его можно добавить на youtube и вполне себе продавать то есть более лучшим образом то есть на ютубе в шортс ему добавить и добавить ссылку внизу вот сюда на шортс и человек может пролистнуть вниз посмотреть что это за товар вот так что у нас здесь в переводчик зайдем череп скелета арт-объект предмет искусства золотой череп пчелиные соты предмет интерьера домашний декор нить декор так ну в принципе все не знаю что еще к нему можно было бы добавить можно посидеть конечно подумать побольше добавить вот что желательно там хотя бы до 13 довести вот можно до 10 довести добавить то есть сюда еще тегов которые будут относиться к данному товару потому что не все вот здесь теги они как бы подходят данному товару товарам могут быть абсолютно разные и лучше их самому прописывать сколько у нас вот здесь 6 тегов пусть будет хотя бы 6 тегов все теперь мы переводим все это на английский и сохраняем вот и товар уже будет абсолютно по другому отображаться и выглядеть то есть в глазах покупателя сейчас так 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 все теперь мы его сохраняем и смотрим апдейт политику санкции отключаем так и пробуем его вот тут вот обновить где он у нас тут был череп вот тут вот он нет не здесь где же он был то ладно сейчас название его скопируем и найдем его посмотрим как он теперь вот стал оформленный так так поехали так вот он у нас оформлен теперь по другому теперь все другими красками заиграло так скажем здесь описание добавилось вот вот так фотографию мы мета мета description прописали как он все таки как тут под медом выглядит просто шик так опять же вот как как жалко что тут роликов не хватает еще по поводу отзывов то есть если у вас есть отзывы их тоже можно перенести вот то есть я ни в коем случае не против этого я за то чтобы отзывы были то есть которые были вот мне достаточно прислать скриншотов и мы их получать перенесем на площадку вот то есть то что они от существующих людей вот ну еще о чем бы хотелось сказать что у нас выходит на площадке оплата производится клиент в криптовалюте удерживается пятьдесят процентов пятьдесят процентов переводится мастеру на выполнение работы работа заканчивается мастер отправляет товар вот то есть не проверенные мастера не будут попадать на площадку им для этого необходимо написать мне вот я уже посмотрю чем они занимаются что что они делают вот с людьми которые там просрочки допускают вот или еще что то такое не оперативно это выполняет то есть про срок вот потому что ну это важно для клиента и мне кажется любого маркетплейса то мы с такими ребятами не работаем вот то есть человек который заходит на площадку он получает эксклюзивный товар за криптовалюту вот не быстро но получает его вот ну вот 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 Продолжение следует...